Разгар лета, интенсивность движения транспорта возрастает в несколько раз. И хотя госавтоинспекции Керчи констатируют снижение аварийности, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, тема дорожно-транспортных происшествий не теряет своей актуальности. Тот уровень аварийности, который на сегодняшний день у нас есть в городе и в целом по Крыму, не дает возможности успокоиться ни госавтоинспекции, ни другим государственным учреждениям, поскольку продолжает иметь место случаи, когда на дорогах города и страны гибнут и страдают люди. С 1 августа по 31 на территории Украины по поручению Министерства внутренних дел Украины проводится месячник безопасности дорожного движения. Цель этого месячника – профилактика аварийности, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и тяжести тех последствий, к которым они приводят. Основное внимание во время проведения месячника по безопасности дорожного движения сотрудников ГАИ будет направлено на транспортные средства, занятые перевозкой пассажиров. В частности, очень серьезный вопрос обстоит с организованными перевозками детей, к местам отдыха и в обратном направлении. Хочу обратить внимание руководителей предприятий, занятых перевозкой пассажиров. В частности, ведется сейчас речь о нерегулярных перевозках. И преподавателей, и директоров школ, и дошкольных учебных заведений. В случае, если возникает необходимость перевозки детей к местам отдыха, обязательно иметь пакет документов как у перевозчика, так и у заказчика таких перевозок. Сегодня в Керче масса транзитных авто из регионов Украины и России. Но интересный факт. Нарушают правила дорожного движения чаще всего именно керчяне. И пьяные за рулем, попадающие под жезл ГАИ, тоже местные жители. В первую очередь, это управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. К сожалению, тенденции к снижению количества таких правонарушений нет. Если брать, к примеру, в прошлом году по состоянию на 1 августа личный состав отдела ГАИ составлял более 40 человек, количественный состав сотрудников ГАИ. На сегодняшний день штатное количество личного состава более чем в два раза меньше прошлогоднего. А уровень водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, практически остался на прежнем уровне. То есть водители в Керчи пить не перестают. Если взять первые два дня августа этого года, то отстрадено от управления нетрезвых водителей в два раза больше, чем в прошлом году. Это наводит на определенные мысли. Основными причинами совершения ДТП в Керчи это управление транспортом в состоянии опьянения, нарушение правил обгона, скоростных режимов и проезд пешеходных переходов. О месячнике по безопасности дорожного движения, об ужесточении ответственности за нарушения ПАДД, об изменениях в административном кодексе. В передаче актуальное интервью в понедельник, 6 августа, в 19 часов 55 минут на канале Керчи. Продолжение следует...